Для нас, для обычных пользователей, отразится ли это в негативном ключе? Роскомнадзор внезапно обнаружил, что Google расставляет свои вот эти вот кэширующие серверы операторам. И взмутился этому факту, хотя как бы в этом факте ничего, во-первых, нового, во-вторых, удивительного нет. И Роскомнадзор сказал, что это все незаконно, потому что серверы не сертифицированы. Их нужно срочно снять. Это очень странная ситуация. На самом деле, совершенно точно я уверен в том, что это на самом деле давление на Google, для того, чтобы Google, скорее всего, начал выполнять, удалять ролики, которые запрещены Роскомнадзором и так далее. Я абсолютно уверен в том, что внезапно вот это прозрение у Роскомнадзора произошло исключительно из-за того, что им стало это выгодно в данный момент. И они решили, скорее всего, принудить удалять вот эти ролики, которые добавлены в реестр запрещенных сайтов. Потому что Роскомнадзор уже давно добавляет ролики в реестр запрещенных сайтов. Кстати, сделаю отсылочку небольшую. Как было с тем, что мы обсуждали в первой части с роликом канала «Не магия». Да, продолжайте. Да, да, да. Собственно, они уже несколько лет добавляют, собственно, ролики на YouTube в реестр запрещенных сайтов. Но так как YouTube работает по протоколу HTTPS, известно, что нельзя заплакировать отдельную ссылку по протоколу HTTPS. И для того, чтобы Роскомнадзор действительно заблокировал эти ролики, им придется заблокировать весь YouTube. Но Роскомнадзор это не делает, хотя в реестр запрещенных сайтов есть огромное количество ссылок на конкретные ролики, но они по протоколу HTTPS. То есть на самом деле эти ролики никто не замечает. То есть, проще говоря, они могут как угодно пытаться вносить в любые списки эти ролики, но ничего с ними не будет, и никто их не долет. И если Роскомнадзор решит вдруг заблокировать на самом деле эти ролики, он заблокирует весь YouTube. И скорее всего, вот эта вот история, она придумана для того, чтобы принудить Роскомнадзор, точнее принудить Google, конкретно YouTube, к взаимодействию с Роскомнадзором, чтобы Google начал удалять те ролики, которые, ну или скрывать от показа в России те ролики, которые находятся в запрещенном реестре, запрещенных сайтах. Почему это давление может, да, почему это вообще давление, то есть что Google может потерять, если вот это будет осуществлено? На самом деле, последствия, ну, я очень сомневаюсь, что Роскомнадзор добьется своего. И там... Нет, это чуть попозже поговорим. Сначала расскажите, пожалуйста, на что он рассчитывает, то есть какая угроза у Google и как следствие у пользователя? Скорее всего, скорее всего, YouTube все-таки начнет скрывать эти ролики, если это действительно вот так, как я говорю, да, если мои догадки по поводу этого давления не верны и цели давления, они начнут скрывать. Если все-таки это не произойдет и Роскомнадзор начнет снимать, точнее, заставлять операторов отключать эти серверы, да, кэширующие, то дальше произойдет, на самом деле, все будет очень плохо. Ролики на YouTube, с YouTube и вообще ресурсы Google будут грузиться очень, загружаться очень долго, будут проблемы с этим большие и, в принципе, с доступностью, да. Ну вот, возможно, даже из-за этого операторы связи начнут немного поднимать тарифы на интернет, потому что вот за счет этих серверов интернет-провайдеры очень сильно экономят трафик, полосу пропускания, там, в 3-4 раза, вот, и после того, как провайдеры отключат эти серверы, то, собственно, полоса пропускания, она будет, вот, там, например, потребляет у провайдера, там, гигабит YouTube, вот, собственно, эта цифра будет умножена по вечерам, там, на 3-4, и это прямые расходы для операторов связи. И, скорее всего, операторы начнут, некоторые операторы начнут компенсировать это и компенсировать это, перекладывать на пользователей. И плюс, конечно, огромное, как я уже говорил, замедление работы YouTube, в частности. Теперь поделитесь, пожалуйста, вашими соображениями, получится ли, собственно, у Роскомнадзора, вот, эту схему осуществить? Ну, я повторюсь, опять же, я уверен, что нет такой цели, на самом деле, там, выключить все серверы... Ну, в смысле, шантажировать Google, вот это, удастся ли им это? Да, я абсолютно думаю, что, ну, для Google это большая проблема, потому что, во-первых, у пользователей всей России начнут плохо загружаться ролики на YouTube, и вообще, в принципе, медленно начнут работать любые ресурсы Google. Во-вторых, это повлечет за собой большую нагрузку на ресурсы, которые смотрят, ну, ресурсы Google, которые смотрят в Россию, то есть, там, все трансграничные стыки и так далее, они будут очень сильно забиты из-за этого. Вот, это большая проблема для Google, и поэтому они будут, они, скорее всего, пойдут на плоду у Роскомнадзора, и, ну, если мои, опять же, загадки верны, они начнут вставлять эти, скрывать эти ролики для российских пользователей. То есть, вот то, что сейчас происходит, на нас, на пользователях, скорее всего, отразится тем, что мы действительно столкнемся с тем, что мы сталкиваемся сейчас вне YouTube, то есть, будут заблокированы какие-то ролики, какие-то каналы, которые, скажем так, не устраивают Роскомнадзор, правильно ли я вас понимаю? Да, 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 и там, до сих пор мы это видели на примере других ресурсов, да, очень многих, а сейчас, скорее всего, мы это увидим на примере YouTube. А вот на что Роскомнадзор ориентирован в YouTube? То есть, понятно, что тот спектр роликов, которые они вносили в списки, он не отображает их полностью, запросы, но примерно можно ли понять, речь идет о действительно каком-то опасном контенте, там, наркотики, все такое или нет? Очень простой пример. Вот ролик, который, по-моему, появился в 2011 году в результате конкурса Алексея Навального про лучший ролик на «Единую Россию», собственно, он, вот такой вот ролик находится в реестре запрещенных сайтов, но фактически он не блокируется. Очень много в реестре запрещенных сайтов. Вот, ну, вот такие вот какие-то... Такое есть, такое есть, как бы такие ролики. Есть экстремистские, а кто, вот прям, там, не знаю, какой-нибудь запрещенный в России дел, такое тоже есть в ролике, подобные ролики тоже есть в реестре запрещенных сайтов. Но их Гугл вроде сам банит, если я правильно понимаю. Ну, что-то он банит, а что-то он малозаметный, он не скрывает, потому что я там периодически смотрю, да, что это за ролики, там, вижу, что полгода назад его добавили в реестр запрещенных сайтов, открываю, там какой-нибудь экстремизм, то есть действительно там какая-то жуть. Вот. И очень много политических роликов, очень-очень много. Ну, наверное, даже основная масса роликов про политику. Там какие-то интервью с людьми и так далее. Ну, такие вот откровенные политические вещи. Видео с акцией, ну, вот, есть подобные штуки. Вот. Вот очень много политики там, и это все, естественно, YouTube не удаляет до сих пор. Не скрывая этот для российских пользователей. И последний, наверное, вопрос в этой теме. Сориентируйте нас со слушателями по срокам, как быстро все это может произойти. То есть вот то, что сейчас, да, Роскомнадзор и, как я понимаю, ФСБ, может быть, правильно, может, неправильно понимаю, вот заинтересовались этой сферой, да, обратили внимание, озвучили свои претензии. Сколько времени там на то, чтобы они начали предпринимать какие-то действия, или же на то, что YouTube понял бы, что дело очень серьезное? Ну, тут надо сказать, что сложно прогнозировать. Они же сейчас, вот, сделали первый шаг, да, они сейчас ждут какого-то ответа от Google. Вот. Возможно, Google поймет, или там какое-то происходит взаимодействие с ним. Вот. И там, ну, если ждать какой-то реакции от Google, да, положительные или отрицательные, то оно, я думаю, будет в ближайшее время, потому что, повторюсь, что для Google это достаточно такая острая тема. То есть им важно сохранить работоспособность этих серверов. Я думаю, это будет понятно в ближайшие, там, месяц-два, что будет происходить дальше. Что самое смешное, вот я еще не замечу, это требование Роскомнадзора, оно противоречит их, там, в принципе, политике, да, что, ну, трафик пользователей российских должен по максимуму оставаться в России, например, а не там отправляться или, наоборот, присылаться куда-то из-за границы. Это, опять же, согласуется с их требованием, что данные должны храниться в России. И вот они хранятся в России у провайдеров. Ну, то есть это очень противоречит, в принципе, их политике и тому, за что они радуются, при этом вот они не видят в этом какого-то диссонанса. Ну, когда это их останавливало, да. Ну, да-да-да, что еще раз подтверждает, что это, скорее всего, история для давления на Google, для того, чтобы они удаляли ролики. Да, спасибо вам большое. Это был IT-консультант Владислав Сдольников. И что мы поняли, да, из этой истории? То, что, ну, в общем, скорее всего, заинтересовались действительно Ютубом, действительно увидели в нем какую-то угрозу. И, скорее всего, это с политической точки зрения. То есть все вот эти каналы, которые оппозиционные. Потому что многие отмечали, что в том числе политика Алексея Навального с помощью Ютуба смог заменить с собой телевизор, в который его не пускали. Пускали, правда, на нашу радиостанцию. До сих пор пускаем, до сих пор очень любим. Приходите к нам всегда. Но, да, какую-то огромную аудиторию, особенно среди молодежи, различные люди, блогеры-аналитики, да, нашли на Ютубе. И, судя по всему, вот, кстати, даже если брать историю с немагией, на сильных мира всего критиковать их теперь в Ютубе тоже нельзя будет, если удастся многоходовочка Роскомнадзора. Но мы узнаем об этом в ближайшее время, судя по словам нашего эксперта, который был у нас. Итак, для тех, кому было сложно переварить всю эту информацию, я подведу короткий итог всего того, что сказал IT-консультант. Роскомнадзор намерен запретить все серверы кеширования Google. То есть Google Global Cash. Речь идет непосредственно об этом. Они бьют, так сказать, в самую сердцевину. По статистике, около 30% трафика крупных российских интернет-провайдеров идет как раз через эти кэш-серверы Google. И в случае удачного проведения операции Роскомнадзором, весь этот трафик ляжет на оборудование провайдеров, что неминуемо скажется на скорости. Понимаете, на скорости доступа к зарубежным интернет-ресурсам для российского пользователя. В первую очередь это коснется YouTube-видео. Почему? Потому что эти ролики считаются самым тяжеловесным контентом. В результате Роскомнадзор добьется своей цели. Там, поймите, не идиоты сидят. Они просто затруднят работу серверов самого Google. Прежде всего подорвут репутацию YouTube для самих пользователей. Сделав его непригодным, недоступным. Если люди будут по целому часу загружать тот или иной ролик, они просто перестанут пользоваться этим контентом. Понимаете, о чем речь? Вот что они хотят сделать. Чтобы это было трудно по времени, а еще лучше, если это будет дороже. И этим самым они надеются вернуть аудиторию к телеящику. Раскиньте немного мозгами, как это происходит в тех странах, где действительно ограничен интернет. Чем он ограничен? Он ограничен высокой ценой. Он ограничен очень низкой скоростью и недоступностью тех или иных сайтов. Вот как сказал эксперт, поживем еще пару месяцев и посмотрим, к чему это приведет. К концу осени, может быть к зиме. Дай бог, чтобы я ошибался. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!